Смотрите на это счастливое лицо. На танцы сразу. Какой свет? Вообще, у нас что-то опять. Всем привет! У меня тут такое интересное событие. Прям с утра решила поснимать. О, причесана мне, конечно. Чё с камерой? Камера не хочет быть красивой. Я, короче, сегодня умудрилась. Иди эти брюки ещё переодень. Короче, умудрилась Варварку отправить в школу. Когда я училась со второй смены. Да, а вчера написали, как я просмотрела. Чё-то куча было сообщений. Слышишь, красиво, чтобы они не поймались. Куча сообщений было всяких, что-то по домашке. И я пропустила сообщения. А им, оказывается, они учатся с часу дня. Я её отправила в школу. Она мне звонит, мам, мы со второй смены учимся. Я говорю, как со второй? Давай искать. Смотрю, в сообщениях реально написано. Я думаю, капец. Как я не заметила. Короче, будем сейчас с ней завтракать. Я на работу. Можно я расскажу, как это будет? Я просто пришла в школу, в свою начальную. Охранница такая, тут у нас нет воды, идите в главный корпус. Но я пошла. И завтрак говорит, типа, вот какой у тебя класс и фамилия. Я говорю, она такая, типа, а вы не учитесь, вы учитесь со второй семьей. А это завтрак, как раз, это тетя Каплиной. Тетя Каплиной. Все знают тетю Каплиной. Так что вот такие вот дела. Будем завтракать с ней, а я собираюсь на работу. Всё, мы уже дома. Аленушка тоже со мной пришла. Варюшка убежала в школу. Всё-таки со второго захода она в школе. Вот, я прибежала. В общем, с утра встала, пока тут завтрак что готовила. Закинула готовить мясо. Я так хочу борщ. Прибежала с работы, даже ещё пока чай не грелся. У нас же до сих пор нам горячую воду не дали. Хотя обещали 24-го. Вот, и я сразу всё скидала. Думаю, пока я моюсь, он сварится. И он почти что сварился. У нас по плану сейчас мне нужно покушать. И пойдём покупать Аленке телефон. Я обещала. Вот, так что пойдём покупать. Вот такие вот дела. На улице погода какая-то. Вроде бы и не пасмурно. Нету дождя, какие-то облака. Я ещё хотела видео сходить поснимать. Но не знаю, получится у меня это сделать или нет. Может, поснимаю, когда буду ждать варюшку. Там, возле ледового запаха как-то называется. Мы сегодня идём на танцы, на очередные. Я забрызгала волосы освицином. Сейчас маленько подсохнут. Хочу чуть-чуть, наверное. Мне хотя нравится вот это вот. Кипиш такой на голове. Я прям это обожаю. Когда они прямые волосы, а вот такие все растрёпанные. Но иногда они настолько растрёпанные, что я даже не знаю. Да, смотрите, кстати, от эсвицина. Как сильно хорошо зарастают. У меня обычно здесь вообще такие залысины. Но эсвицин, кстати, девочки, кто хочет отрастить волосы, эсвицин очень классно помогает. Несмотря на то, что там типа какая-то... Он выглядит как вода, не имеет запаха. Но он прям очень классный. Алёна, красноголовка. Вот так отсвечивает просто. Всё. Буду делать кофеёк. И, наверное, борщ. Борщ уже должен свариться. Сейчас, кстати, посмотрю. Тут ещё 10 минут. Я вообще люблю борщ, когда он сварится и ещё прям постоит. А не кипяток голотать. Я, наверное, сейчас поем салатик. А борщ уже потом буду есть. Чё так в тело борща? Короче, не знаю, как лучше сделать. Всё, отправились мы с Аленой за телефоном. Посмотрите на это счастливое лицо. Мешки-мешки. Мне так нравится в зелени. Я так сочетаюсь с зелёненьким. Смотри, как красиво. Ты тоже сочетаюсь. Ты тоже. И не такая красная, чуть-чуть поменьше. Но тоже красноватая. Мне кажется, что он потом вымоется. Он будет не красный и не розовый, а оранжевый. Я посмотрю. Рыжая лица. Домой. Вот он, счастливый ребёнок. Покажись. Купили телефон, который она хотела. Да. Это её старенький. Ох, я тоже хочу себе телефончик. Но я хочу другой маленький телефон. И на него пока нету средств таких. Средств. Средств. О, тут даже чехол. Мне нравятся телефоны, в которых уложат чехол. Есть чехольчик прозрачненький. Вот такой вот обычненький. В общем, всё с Алёнкой будет разбираться. А я буду заниматься монтажом. Я вам такое видео классное сделала. Что, и зря? О, и зря. И сейчас я ещё не зря. Внулась Варварка. И успела скушать мороженое. И мы прибежали уже на танцы сразу. Я взяла штатив, я кое-что придумала, что буду снимать. Классное видео. Сейчас обрабатывала тоже это видео. О, прикольно у меня получилось. Не штук идей. Но время на монтаж уходит. Пока много. Ещё обучение одно прикольное нашла. Вот пока ещё в раздумках. Надо ли мне оно или нет. Ну, конечно, оно мне надо, но не знаю. Сейчас или чуть позже оно мне надо. Пойдём. Вот оно, наша красоточка. Открывай. Открывай. В логовой. В логовой. В логовой Бармалей. Ой, ветер. Варюшка занимается. Я сижу её жду, сняла. Тут такой прикольный ролик у меня получился. У меня такая ещё интересная идея. Я выходила, если вы помните, в рубашки. А мы вернулись, потому что на улице прохладно. Я думаю, я сейчас опять буду на улице сидеть. И замёрзну. Короче, вернулись за рубашками. Варюхе взяла на всякий случай джинсовку. И я говорю, лишнее не будет. Просто холодно. Не хочется мёрзнуть. У нас так пока горячей воды нет. У меня уже и горло першит. И всё постоянно в тазиках в этих моемся. Я сегодня даже с помощником. У меня тут отвалилась, в общем, гаечка. Вот здесь. Я взяла у папы ещё, наверное, неделю назад гайку. Если не больше. И сегодня про неё вспомнила. Обычно штатив стоит разложенный на подоконнике. Я никогда их не таскаю за вперёд. Ну вот с собой, когда надо, тогда я складываю. И я вспомнила, что я взяла гайку. Как я промахнулась, не знаю, здесь на 5, а я взяла на 6. В общем, хожу, держу эту штучку. Шли сварюка, когда думаю, только бы не потерять сам крепёж. Потом уже гайка не нужна будет. Ой, я что-то так устала вообще за эту неделю. Я пока на работе работаю. Потом прихожу домой, занимаюсь монтажом. Какие-то обучающие уроки смотрю. И я прям капец как устаю. Но мне нравится пока заниматься тем, чем я занимаюсь. Поэтому вот так вот. Борща, кстати, я так и не поела. Потому что я попробовала картошку. Мне нравится, когда она уже постоит. И такая, знаете, как будто разбухшая. Не знаю, как объяснить. В общем, я поела салат вчерашний, доела. И всё, мы с Аленкой пошли за телефоном. В общем, варюшка пришла, говорит, давай поешь. Я не хочу, съела мороженое. Я же мороженое купила. Я говорю, конечно, если есть мороженое, зачем нафиг вообще эта еда? Кстати, сегодня сижу здесь. Видимо, ветер с какой-то другой стороны. Здесь почти что нет ветра. Обычно меня тут сдувает. Но сегодня тут прям как-то очень тихо. Вот всё сижу и размышляю по поводу обучения. Не знаю. Я прям хочу учиться новому. Но я понимаю, что 50% из этого я точно знаю. У меня вот тут плюсы и минусы. Запротив взвешиваю. Потому что очень много чего я уже умею. Поэтому хочется больше. Но не хочется вот этого начала. Хотя, мне кажется, с нуля все начинают. Что если какое-то обучение, то сначала от лёгкого к сложному идут. Потому что некоторые люди приходят и вообще ничего не умеют. А видео сейчас очень популярное. Такой вид контента. Потому что рилсы, шортсы, тиктоки те же самые. Это всё короткие ролики, которые крутятся. Которые нужно снимать уметь. Сейчас и много всяких магазинов снимают. И одежда. Меня что-то смущает. Собачка там такая стоит. Она сейчас на кого-то полаяла. И так стоит. Ну, конечно, она далековато от меня. Ладно, я тут на лавочке, если что. На лавочку запрыгну. Запрыгну от меня. Вообще собак боюсь. Прям капец. А вчера ещё улазила в ВКонтакте. И смотрю. Ну, и захожу так. Раньше вообще что-то тут забросила. В ВКонтакте не заходила. Зашла ВКонтакте. Наши новости местные почитать. Ну, и там ещё не местные вылазят. И мне что-то как полезла всякая фигня. Мне дочь говорит, ты это смотришь, поэтому тебе и лезет. То там собака девчонку какую-то загрызла. Причём она с парнем, там на видео видно, она с парнем стоит. Они начинают вдвоём убегать. Ну, и вот что хозяин не отгонял. Ничего, я вообще удивляюсь таким людям. Короче, они могут другому человеку искалечить жизнь. И нормально себя при этом потом чувствовать, мне кажется. Говорят, я ни при чём. Это собака. Ответственности просто никакое не берут за животных на себя ответственность. Хотя, по сути, если ты купил животное любое, ты уже за него отвечаешь. Но, к сожалению, Россия-матушка не все так думают. Тут папа мне показывал то же видео. О, боже мой. Там в Хабаровске где-то на дороге на какой-то... Лексус ехал и сбил медведя. Медведь упал. Потом, видимо, он... Его там подбило, там следы. И он кровью показывает. Но он уже после вот этого всего снимает. Показывает Лексус, что там от него осталось. И, короче, медведя это, видимо, разозлило. Он догнал Лексус и начал его просто разрывать. Пытаться вытащить оттуда людей. Ну, у людей, естественно, сработала подушка безопасности. Может, ещё это, что он их не видел. Что их спасло, вообще непонятно. Там часть капота оторвал. Крышу прокусил. Это просто жесть. Я думаю, представляю, на месте людей. Ты сидишь в этой железячке, которую может разодрать медведь. И просто что делать, ты не знаешь. И папа сегодня мне ещё говорит. Поедем на рыбалку. Правда, говорят, там медведь ходит. Я говорю, на хрена тебе эта рыба? Я говорю, знала бы, что там медведь ходит. Вообще бы, блин, не знаю. Даже близко бы не подумала, что мне нужна какая-то рыба. Даже если бы там золото, говорю, или рассыпано. Просто вообще жесть. Там потом никакая ни рыба, ничего. Мне кажется, с таким зверем встретиться, это... Ой... Жесть, конечно. Как вам история от меня? Ворюшка сегодня будет довольная. Она даже ничего не сказала, что она не хочет на танцы идти. Хотя она пришла почти в пять. А пол шестого мы уже пошли. Потому что ведут девочки. Им всем нравится. И вот... Вот поэтому у них тут радостное событие, что нужно бежать на танцы. Ну что, мужчина, ты на меня смотришь? Три раза повернулся, пока на машине меня проезжает. Повернулся посмотреть, что я такое рассказываю тут вам. Вернулись мы домой. Ох, я уставшая. Забежали с Варюхой в магазин. Ну, как всегда, с Варварой нельзя вообще ходить в магазин. В общем, взяли... Так, чтобы я покажу, тут мало. Арахис. Сыр. Мы вчера брали, но у нас уже закончился. Она уже хотела вот такие штучки. Я взяла всем троим. Я тоже такие люблю. Взяла хумус. Хочу другой попробовать, но тут только с томатом. Ну, мне он тоже нравится. С борщом взяла вот такого хлебушка. Вкусненького зернового яиц десяточек. И вот такую лепешечку взяла. Давно я не делала. На этой неделе вообще, наверное, ни разу не делала. А в выходные я вообще хочу каши опять. Я вообще хочу каши. Мне прям понравилась каша с... Чем я делала-то? Скажу как. С гранолами. И прям наедаешься. Вот я с утра до пяти могу вообще. Ничего не есть. Прям наедаюсь. Сейчас шли с Варварой. Что-то у меня аж речь куда-то пропала. И прям по дорожке, как мы идем с танцев, сидят два мужика. Бухают. На какой-то там будке. Расставили все. Я думаю, ну зашибись, блин. И больше же негде бухать. Прям вот где дети с тренировок ходят, там и надо сесть. Прям вообще... Ну там такое, конечно, местечко вообще неудачное. Там, я не знаю. Я и Аленку сколько провожала по темноте. Там вот как... Они вечером ходят. Темно становится. И там получается, ты идешь вот в этом закуточке. Как бы дорожка. И до дороги далеко. И там и кусты всякое. Короче. Я сама с института помню. В темноте вообще стрёмно там всегда было ходить. Мы еще там мимо гаражей проходили тоже. Но тут мы не ходим с варихами мимо гаражей. Короче. Так себе. Местечко для ходьбы. Вот. Тут услышала сплетню. Пока сидела, что вроде завтра нам должны дать горячую воду. Надеюсь, пусть она будет правдивая. Правдивая. Вот Аленка тут смотрит Винкс, как всегда. Сейчас немножко посидеть, отдохнуть. И будем кушать борщик. Наконец-таки. Все. Девчат. Завтра последний день. Какой свет. Вообще. У нас что-то опять скачет. Камера. Завтра последний день. А у меня качественная камера. Будем теперь нам ее снимать. Завтра последний день. Ура. Ура. Сегодня вообще очень хороший день. Пипец ты в стопе. Ну, кроме начала дня. Да. А так все нормально. Мне завтра в 4 урока. Я тоже. Классно. А мама даже не работает. Классно. Что ты скачешь камеру? Камера вообще не хочет слушаться. Мне не нравится, как вот это вот. Смотри, ты поворачиваешься, и она свет меняет. В общем, будем с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok